Скорая помощь, слушаю вас. Что у вас случилось? Здесь не бывает выходных дней. Профессиональный праздник не исключение. Сотрудники скорой помощи всегда на посту. Только с начала года они отработали около 31 тысячи вызовов. Из них более 4 тысяч экстренные. У нас увеличилось за год количество выездных бригад. У нас стали работать, если в том году у нас был один врач-реаниматолог, в феврале сейчас у нас уже работает 6 врачей-реаниматологов. Также стало больше педиатрических бригад. Стало 2 педиатра. И вот на днях еще придет работать третий врач-педиатр. Увеличилось количество фельдшерских бригад. В автопарке скорой помощи тоже пополнение. Первое произошло еще в ноябре прошлого года. Тогда в гараже появились 32 новых автомобиля. На днях поступили еще два. Они оснащены по последнему слову медицинской техники. Это монитор, он же дефибриллятор. Тоже многофункциональный. Очень много функций. Позволяет проводить мониторинг пациента при транспортировке. Работа на адресе. Он легко съемный. В честь профессионального праздника торжественное собрание. Десяти сотрудникам Одинцовской, Голицынской и Никольской подстанции скорой помощи глава округа Андрей Иванов вручил благодарственные письма. Стойкие, отзывчивые люди, которые могут принимать быстрые решения. Специалисты, профессионалы широкого профиля. Это как раз все те люди, которые сидят в этом маленьком и уютном зале. У вас профессия спасать человеческие жизни, чем вы и занимаетесь каждый день. Слова благодарности звучат в адрес медиков в праздничный день и не только. Впрочем, привыкнуть к ним невозможно. Для людей, которые, не жалея себя, спешат на помощь другим. Это также важно, как достойная заработная плата. Мы бесконечно благодарны этому коллективу, который создала Ирина Васильевна и Бережная. Потому что прекрасно понимаем, какой сложный, непростой год. Я думаю, что у них особая профессия, именно служение людям. Уже год в условиях пандемии и пока легче не становится. Но, несмотря на это, приоритетные задачи перед медиками стоят те же. Своевременные доезды на вызовы и высокое качество оказания медицинской помощи.